Итак, на первом семинаре мы рассмотрим несколько очень простых задач. У нас и лекция такая вводная, и семинар тоже достаточно вводный. То есть, наверное, я буду отчасти говорить хорошо известные вам вещи. И начнем мы с обсуждения функции масс и того, сколько у нас вообще должно быть нейтронных звезд, каков у нас должен быть темп сверхновых в галактике, то есть прикинем какие-то штуки. Нам это в первую очередь интересно, потому что попутно мы получим количество нейтронных звезд в галактике, ну и, соответственно, оценим темп формирования. Это тоже важно, поскольку, как вы видели, молодые нейтронные звезды лучше видны, и поэтому нам надо понимать, скажем, сколько нейтронных звезд моложе 10 тысяч лет может быть в галактике. Ну хорошо, значит, функция масс, вообще говоря, устроена сложно, но мы для наших оценок будем использовать просто салпитровскую функцию масс. И это, конечно, немножко отходит от истины, но как бы то ни было. Так зато легко получать оценки, поскольку все интегрируется прямо очень легко и просто. Соответственно, салпитровская функция масс в логарифмическом масштабе, как вы помните, выглядит так. У нас есть минимальная масса звезд, есть максимальная масса звезд. Минимальная масса звезд — это примерно 0,08. Максимальная масса звезд нам не очень важна, поскольку зависимость сильная от массы. И при интегрировании верхний предел, как правило, он не важен, важен всегда нижний предел. Мы будем вводить некоторую массу, массу прародителей нейтронных звезд. И будем считать, что в среднем более массивные звезды дают нейтронные. Значит, если мы используем более реалистичные функции масс, то более реалистичные функции масс загибаются на нижнем пределе. То есть более реалистичная шла бы как-то вот так функция масс. Есть более сложные варианты, есть простые аппроксимации, когда просто происходит излом в спектре. Но давайте я попробую поаккуратнее нарисовать каким-то другим цветом. На самом деле в логарифмическом масштабе излом скорее происходит вот в этой части. То есть резкое изменение наклона спектра масс происходит где-то вблизи одной массы Солнца. Поэтому нас это правда не очень сильно все должно трогать. Если мы хотим что-то оценить для нашей галактики, то нам важен еще темп звездообразования в галактике. Он, естественно, как-то довольно сложно эволюционировал. Мы деталей не знаем. Это у нас время, и оно в линейном масштабе. У нас здесь темп звездообразования тоже в линейном масштабе. Но всякие сложные зависимости, тут реальность какая-то вот такая примерно. Вот как-то вот так выглядит реальность. Но это все, конечно, можно зааппроксимировать. И мы с вами так и сделаем. То есть мы скажем, что возраст галактики примерно 12 миллиардов лет. Первые 2 миллиарда лет был высокий темп звездообразования. Мы возьмем 25 здесь. А потом был низкий темп звездообразования. Мы возьмем 5. Вы знаете, есть разные оценки. Тут тройка может быть, а не пятерка. Но это для наших оценок не очень принципиально. Соответственно, полная масса сформировавшихся звезд в галактике за это время это 5 на 10 десятый плюс 25 на 2 на 10 девятый. И это равняется, как вы видите, 10 в 11 массы Солнца. Да, темп звездообразования, конечно, в единицах массы Солнца в год. А время в миллиардах лет. Вот. Ну, соответственно, полная звездная масса 10 в 11 похожа на нашу галактику. Что мы можем первое быстренько посчитать? Быстренько мы можем посчитать среднюю массу звезды, например. Средняя масса. Это что такое? Это интеграл от минимальной массы до максимальной. Чтобы проще считать, я буду минимальную округлять до 1 десятый, а максимальную до 100. Соответственно, вверху у меня А на М в степени минус 2,35 умножить еще на М. Все это по ДМ. А внизу такой же интеграл, но без этого умножения. То есть тут логика, я надеюсь, понятна. То есть вот они штуки, ДН по ДМ стоят. То есть внизу интеграл от ДН, это штуки. А вверху мы еще каждую штуку умножаем на ее массу. Вот. Ну и если, соответственно, мы возьмем этот интеграл, в смысле возьмем оба этих интеграла, что мы там получим? А у нас сократится. Интеграл от 0,1 до 100 от М минус 1,35 ДМ. Делить на интеграл в таких же пределах от М минус 2,35 ДМ. И дальше это, продолжая равенство, нам даст. Значит, эти множители выскочат. Всякие минусы взаимосократятся. Верхний предел очень большой, поэтому я его выкину. Давайте здесь могу написать примерно. Равно, соответственно, будет 0,1 в степени 1,35 делить на 0,1 в степени 0,35. Правильно? И, соответственно, это даст мне 0,1. И в итоге я получу 0,4 массы Солнца примерно. Это, правда, близко к среднему значению массы. Как я говорил, мы немножко занижаем эту среднюю массу, потому что протягиваем закон Салпитера до минимальной массы. Но зато я делаю всякие другие вещи. Я немножко отступаю от этой минимальной массы. Так что, в общем, для современного звездного населения это неплохая оценка. Хорошо. Значит, масса прародителей нейтронной звезды... Как бы мне ее обознать? Дайте я звездочку тут поставлю еще, а то вам будет казаться, что это масса нейтронной звезды. Масса прародителей нейтронной звезды минимальная — это 10 масс Солнца. Опять-таки я немножко округляю. Мы с вами потом будем обсуждать всякие вещи детально. Соответственно, мы можем определить относительное количество нейтронных звезд и полного количества звезд в галактике. То есть это просто интеграл от 10 на Солнце до верхнего предела. Мы считаем, что... Вот в такой оценке мы считаем, что доля черных дыр мала. Она, правда, меньше половины, поэтому по порядку величины мы получаем правильную оценку. От 0,1 до 100 здесь все то же самое. 35 дыр м. Вот. Ну и здесь у нас сокращается все. Поэтому у меня получается... Важны только нижние пределы. Будет вот так. Делить на, соответственно, 10 в степени 1,35. То есть равняется 10 в степени минус 2,7. Правильно? Ничего я не путаю. Вот. И количество нейтронных звезд равняется. Н тот на 10 минус 2,7. То есть нейтронные звезды, как вы видите, составляют там несколько тысячных от полного количества звезд в галактике. А полное количество звезд мы теперь можем оценить. Полную массу-то мы посчитали. Поэтому это просто полная масса делить на среднюю массу. Ну, с какой-то степенью точности. И остается 10 в степени минус 2,7. Ну, и ответом будет 2,5 делить на 10 в степени 0,7 миллиардов. И это, как вы понимаете, примерно миллиард и есть. Если делать оценки немножко поаккуратней, то получите значение там еще ближе к миллиарду. Как часто происходят у нас вспышки сверхновых? Ну, значит, снова что мы говорим? Мы говорим, что у нас салпитеровская функция масса, показатель минус 2,35. Теперь нам важен только современный темп звезды образования. Потому что нас интересует то, что происходит сейчас. Ну, сейчас это последние несколько десятков миллионов лет. Поскольку те звезды, которые взрываются, живут несколько десятков миллионов лет. Соответственно, смотрите. Значит, в этой начальной функции масс логарифм M, логарифм N. В начальной функции масс меня интересует кусочек. Вот этот от предельной массы нейтронной звезды до максимальной массы. И меня интересует интервал времени, когда в этом кусочке рождается одна звезда. То есть, если я хочу получить частоту вспышек сверхновых, мне просто нужно посчитать, за какое время у меня рождается в среднем одна звезда вот в этом интервале. Но это я могу, соответственно, сделать. Значит, мне нужно, чтобы количество звезд в этом интервале. Поэтому интеграл у меня вот от 10 до 100 равнялось единице. А с другой стороны рождаются другие звезды во всем интервале за то же время. То есть, есть какое-то полное количество звезд. Но давайте я у стильды обозначу, потому что, чтобы вы не путали с N тот, который был выше. Здесь N тот — это за время жизни галактики вверху, а здесь N тот стильды — это за время между вспышками сверхновых. Ну и умножить на то же самое, вот что у нас было, что там было 0,1 на 10 в степени 1,35. То есть, пропорциональность сохраняется, по нашему предположению. Вот. Значит, N тот у меня равняется 5 масс Солнца в год. Это темп звездообразования. Умножить на обратную среднюю массу и умножить на вот это неизвестное мне время, время между вспышками сверхновых. Соответственно, я получаю тогда отсюда единичка равняется 5 делить на 0,4. 0,4 — это средняя масса. умножить на T и умножить на 10 в степени минус 2,7. Вот 10 в степени минус 2,7 — это 0,1 на 10 в степени 1,35. Вот. И отсюда я немедленно получаю T. То есть, T равняется 0,4 на 5 на 10 в степени 2,7. Ну и это у меня получилось примерно 40 лет. То есть, интервал между вспышками сверхновых примерно 40 лет. Так оно и есть на самом деле. То есть, мы, в общем-то, воспроизвели все основные характеристики. О чем это говорит? Ну вот смотрите, если мы скажем, что типичное время жизни очень активного магнитара, прям очень-очень-очень активного магнитара, ну пускай 10 тысяч лет, разделив на 40, что мы получим? 250. То есть, в галактике должно быть 250 активных магнитаров. Знаем мы 30 штук, то есть больше 10%. Но о чем это тогда говорит нам? Это говорит нам о том, что 10% нейтронных звезд рождаются магнитарами. То есть, еще раз давайте я проговорю. За 10 тысяч лет рождается 250 нейтронных звезд в галактике при таком темпе. Мы знаем 30 магнитаров, ну, грубо 25 пускай. Всего нейтронных звезд 250, значит, активные магнитары это 10% от новорожденных нейтронных звезд. То есть, снова еще одну важную оценку, мы просто взяли легко и получили. Точно так же мы можем получить там качественно количество объектов типа великолепной семерки. Взять нейтронные звезды, этот миллиард штук, умеренно равномерно раскидать по галактике, посчитать их количество в солнечной окрестности, там, где мы можем видеть слабые тепловые рентгеновские источники, ну и получим по порядку величины правильный ответ. Получим там немножко меньше, но на самом деле, в такой идеализации даже получим точно правильный ответ, просто одна идеализация съест другую. Хорошо. И на семинаре я хотел еще одну штуку рассмотреть. Ну вот в первой у нас как бы был, я могу даже написать, наверное, да, пункт А и пункт Б про сверхновый. Во второй части у нас будет даже 4 пункта, но в общем мы будем говорить об энергии нейтронных звезд. Снова просто по порядку величины мы получим какие-то величины для того, чтобы понимать, с чем мы работаем, насколько интенсивными могут быть те или иные объекты, с каких расстояниях можно наблюдать. Но давайте начнем с акреции. С акреции все просто. У нас есть объект с радиусом r, с массой m, и откуда-то из условной бесконечности мы кидаем на него вещество. Из бесконечности, потому что здесь мы считаем, что энергия вещества была нулевая, ну а здесь энергия равняется минус gm на r. Энергия, естественно, одного грамма вещества, я могу m маленькой тут написать. Остается посчитать вот эту величину и сравнить с mc квадрат. То есть мне нужно посчитать gm на r и сравнить с c квадрат. Ну, c, потому что m маленькая, везде одно и то же, я его убираю. Если вы очень любите m маленький, я могу их другим цветом приписать. Вот. Ну, давайте проделаем это простое упражнение. Значит, g это 10 минус 7 на 1,5. Масса нейтронной звезды это примерно 1,5 массы Солнца. Радиус нейтронной звезды 10 километров, но мне это надо перевести в сантиметры. Соответственно, будет 2. 10 минус 7 делить на 10 шестой, 10 минус 13, а тут 10,33. 10,20 r. Строго говоря, 10,20 r на грамм энерговыделения. А c квадрат, как вы понимаете, к примеру, равно 10,21. r на грамм, уж тут точно напишу. И вы видите, что мы получили 20% от mc квадрат. Ну, там, не вся энергия будет испущена в виде электромагнитного излучения. В общем, 10% от mc квадрат легко набирается. И поэтому можно получить довольно мощные источники. Соответственно, вы помните, я сейчас уж точно не буду выводить дингтоновскую светимость. Дингтоновская светимость это примерно 10,38 r в секунду для массы, равной массе Солнца. То есть вам нужно всего лишь 10,18 грамм в секунду темп аккреции, чтобы достичь предельной светимости. 10,18 грамм в секунду, давайте это с чем-нибудь сравним. 10,18 грамм в секунду непонятно, много это или мало. Это, там, скажем, 100 комет в секунду падает. Кажется, что это очень много. А давайте посчитаем по-другому. Давайте посчитаем так. Я хочу это посчитать в массах Солнца в год. Масса Солнца в год. Это 2 на 10,33 делить на 3,1 на 10,7. То есть это примерно уж двойку и тройку я сокращу. Получается 10 в 26, да, грамм в секунду. А тут 10,18. То есть 10 минус 8 масс Солнца в год обеспечивает предельный темп аккреции. То есть смотрите, если вы возьмете звезду и она будет перетекать на нейтронную, она может это делать 100 миллионов лет, звезда типа Солнца. И объект будет светить на предельной демтоновской светимости. То есть аккреция, это, конечно, потрясающе эффективный способ энерговыделения и самый простой. То есть вообще ничего не происходит, объект просто падает. Природа все делает сама. Отпустите кирпичную нейтронную звезду, а дальше природа сама даже не подскажет, а все сделает. Так. Хорошо. Теперь, значит, давайте поговорим о тепловой энергии. Посчитать тепловую энергию мы сейчас не сможем. Нам понадобится удельная теплоемкость нейтронной звезды. Ее так за 5 секунд не выведешь. Поэтому мы посмотрим на другую штуку. Нейтронная звезда, если она нагрета, то она излучает очень чернотельное излучение. Очень похоже на спектр черного тела. Ну, а давайте посмотрим, что у нас получается. Какие типичные светимости при типичных температурах. Ну, и может быть, наоборот. Тут можно с одного конца начать, можно с другого. С радиусом все понятно. Это 10,6 см. Ну, давайте я все-таки начну с температуры. Возьму температуру миллион градусов. Это действительно типично для молодых нейтронных звезд с возрастом сотни тысячи лет. Вот, возвращаясь к предыдущему слайду, скажем, брать возраст десятки лет неразумно. Сотни, едва-едва. Мы знаем несколько нейтронных звезд реальных в галактике типа Кассиопея или Краба, которые моложе тысячи лет. Но, вообще говоря, сотни тысячи лет это вот минимально, с чем мы сталкиваемся. Соответственно, можно быстренько оценить светимость. 4П на 10 в 12-й. Сигма, как мы хорошо помним, 5,6,7 на 10 минус 5-й, а здесь 24-й. Ну, и давайте собирать. У меня получится 4 на 5. это 20 на π. Ну, тут 60 с хвостиками всякими разными. На самом деле это почти что 10 в 2-й. То есть, вот это умножить на вот это. Я хочу сказать, что все вместе это порядка 10 в 2-й. В конце концов, я мог бы не 10 километров взять радиус нейтронной звезды, а 12. И все бы здесь получить. Значит, 10 в 2-й на 10 в 36-й на 10 в минус 5-й. Получаем 10 в 33-й ирк в секунду. То есть, вообще говоря, светимость Солнца примерно. Я вот что хочу показать, что типичная молодая нейтронная звезда имеет вполне заметную светимость. Светимость Солнца. Поэтому неудивительно, что мы что-то видим в Кассиопея. Причем, соответственно, по закону смещения Вина мы можем сказать, куда попадает максимум спектра. Как мы можем это сделать? Например, я могу сказать, что лямбда максимума, я тут ню нарисовал, но не важно. Лямбда максимума это 0,29 см на температуру. Соответственно, у меня будет что-то порядка 3 на 10 минус 7 сантиметра. То есть, 3 нанометра. Правильно? 3 нанометра это рентген. Но можно было по-другому посчитать. 10,6 кельвин вы помните, что 1 электрон вольт соответствует примерно 10,4 кельвин. Чуть больше. 10,6 кельвин соответствует энергии 100 электрон вольт. Максимум на тройной частоте соответственно там сотни электрон вольт. Опять-таки, мы попадаем в область мягкого рентгена. Поэтому вся вот эта довольно большая энергия соответствующая светимости Солнца испускается в достаточно мягком рентгеновском диапазоне, но не в настолько мягком, чтобы все было полностью поглощено. Поэтому тепловое излучение нейтронных звезд мы видим. И самый главный наш враг не низкий поток, а все-таки поглощение. То есть, если это близкие нейтронные звезды, 100 электрон вольт мы еще видим, а если это нейтронные звезды в районе центра галактики, ну или вообще там за молекулярным кольцом где-нибудь, то там уже наблюдать что-то тяжело. Нейтронные звезды, напомню, рождаются в плоскости галактики в первую очередь, поэтому далекие объекты оказываются сильно поглощенными. Так, хорошо. Следующий источник энергии это вращение. Энергия вращения это и омега квадрат пополам. Значит, омега это 2π на период вращения, это частота, и это момент инерции, и он пропорционален мр квадрат. Тут есть коэффициентик меньше порядка единицы, который зависит от распределения вещества. Соответственно, чем сильнее объект концентрирован к центру, тем меньше будет этот коэффициент. нейтронные звезды не очень сильно концентрированы к центру. И так вещество плотное, оно довольно плохо сжимается. Поэтому, если я сюда подставлю параметры нейтронной звезды, то что у меня будет? Будет вот этот коэффициент k умножить на 3 10 33 на 10 12. То есть массу я подставил полторы массы Солнца радиус 10 километров. И с огромной астрономической точностью я могу сказать, что вот эта величина порядка единицы, значит момент инерции порядка 10 45 грант на квадратный сантиметр умножить. Вот. Теперь с периодом вращения. Но периоды вращения бывают длинные, это понятно. Не вращаются. А насколько короткими могут быть периоды вращения? Вот тут есть неплохая оценка. Давайте ее вспомним. Она такая тоже довольно детсадовская. Идея очень проста. Вот у нас есть объект, вот он вращается, омега маленького у меня, да? Вот он вращается, рассмотрим кусочек вещества на экваторе. Мы рассматриваем звезду, нормальную звезду, звезду здорового человека. Звезда здорового человека это объект устойчивый за счет гравитации. В этом смысле кварковая звезда, она странная звезда, это не звезда здорового человека, она устойчива за счет ядерных сил. И предел устойчивости у меня соответствует тому, что линейная скорость вращения оказывается равна первой космической скорости. Линейная скорость вращения это омега на r. Соответственно давайте я подставлю омега, я напишу сразу, что это омега макс, поскольку дальше у меня будет равенство. А здесь соответственно просто из корень gm на r. Ну и мы получаем известную штуку 2pi на p равняется gm в степени 1,2 делить на r в степени 3,2 p у меня минимальный. Соответственно минимальный период равен 2pi r в степени 3,2 корень gm. Это хорошо известное выражение как-нибудь тут напишу минимальный период он обратно пропорционален корню из плотности. Нейтронные звезды очень плотные объекты, поэтому здесь мы получим очень большую величину. 2pi на 10 в 9 правильно? На 10 9 а что у меня в знаменателе? Корень 10 минус 7 на полтора на полтора на 2 на 10 33 соответственно будет 2pi 10 9 корень из 2 10 в 13 значит это у меня примерно равно ну вот что там будет корень из 2 pi на 10 минус 4 секунды соответственно минимальный период порядка 1 тысячной секунды вот примерно это я и буду подставлять сюда вот что я хочу сказать в реальности он еще уменьшен давайте я совсем возьму предельную штуку омега предельная это 10 четвертый если я аккуратно сюда подставлю то я получу соответственно примерно нет не 10 ну да да 10 четвертый правильно это уйдет вниз это вниз там корень из 2 на 10 четвертый вот очень хорошо значит энергия вращения у меня будет 10 45 на 10 8 пополам будет равно 2 на 10 53 это фантастическая величина это очень большая величина и энергии вращения реально много в чем с ней основная проблема в том что ее очень трудно выделять быстро нейтронная звезда очень быстро тормозится только при очень сильных магнитных полях а магнитные поля не могут быть очень сильными почему они не могут быть бесконечно сильными давайте с вами вот как раз и получим в последнем кусочке семинара магнитное поле соответственно мы начнем с того что запишем объемную плотность энергии магнитного поля b2 на 8 пи я на всякий случай тут скажу потому что обычно вот здесь начинаются путаницы я все пишу в сгс и если вот выше например вы можете тут перейти из сантиметров в метры и все правильно у вас сойдется вот теперь сама формула записывается в си по-другому потому что появляются всякие проницаемости вакуум в сгс формула реально выглядят проще поэтому нельзя взять вот эту формулу перевести бейс гаусс в тесла например и посчитать энергию в джоулев вы получите все неправильно так что вот здесь начали в сгс так в сгс и пишите как это делаю я вот хорошо это значит объемная плотность энергии соответственно магнитная полная энергия нейтронной звезды по максимуму давайте я по этому напишу меньше равно по максимуму это просто эпсилон на в то есть b квадрат на 8 p на 4 третьих p r куб соответственно мы получаем такой верхний предел b квадрат r куб на 6 теперь смотрите энергия магнитного поля это энергия на самом деле помните в солнце например в области магнитных трубок почему магнитные трубки всплывают потому что там энергия давление определяется магнитным полем значит вещества там меньше значит плотность там меньше и поэтому магнитные трубки легкие они всплывают в окружающей более тяжелой жидкости то есть мы можем говорить о плотности магнитного поля можем говорить об энергии ну к плотности сейчас еще перейдем давайте скажем что магнитная энергия всяко будет меньше ну вообще говоря давайте сереньким я как-то нарисую много меньше должна быть потенциальной энергии ну тут могу поставить модуль чтобы вы не придирались соответственно я получаю что максимальное магнитное поле которое вообще может быть это соответственно gm в квадрате делить на r умножить на на 6 разделить на r кубе поэтому здесь будет четверка и все это в степени 1-2 вот это максимальное магнитное поле давайте его прикинем значит у меня будет 6 на полтора на 2 на полтора 10 минус 7 10 33 10 24 степени 1-2 и чего у нас тут получится это сократили это дает десятку десятка это 10 минус 6 10 нет что-то я массу в квадрате не назвал 66 должно быть вот теперь хорошо вы следите за мной так минус 6 мы получили 66 осталось 60 делим на 24 остается 36 да остается 36 извлекаем корень 18 получается 10 18 гаусс вот если я нигде не напутал то получилась в общем правильная величина если мы учтем концентрацию к центру неоднородность распределения то можно не вступая в жгучие противоречия с законами сохранения получить где-нибудь в центре нейтронной звезды поле 10 19 но законами сохранения вы не вступаете в противоречие а со здоровым смыслом уже начинаете в этот момент поэтому обычно поля все-таки гораздо меньше вот этого максимального и максимально известные магнитные поля это порядка 10-15 гаусс и вот теперь давайте посмотрим эти поля расположены в коре ну то есть в коре они точно есть в коре есть 10-15 гаусс тут никуда не денешься будем говорить про магнитары увидим что это фактически факт а давайте это переведем в плотность то есть я просто вот эпсилон сопоставлю с ро c квадрат и отсюда выражу ро то есть ро магнитного поля напишу b у меня будет равняться эпсилон делить на c квадрат ну и давайте это проделаем что у меня будет 10-30 делить на 10-21 и здесь еще 8p b соответственно нормирован на 10-15 и это в граммах на кубический сантиметр что у меня получается что у меня получается 10-22 10-8 что-то типа 3 на 10-7 b 15 в квадрате грамм в кубическом сантиметре вообще говоря это колоссальная плотность конечно в граммах на кубический сантиметр в коре нейтронные звезды плотность все равно выше но сильные поля они могут быть уложены там еще в плотные всякие образования такие и можно получать плотность магнитного поля сравнимую с плотности коры и поэтому эволюция магнитных полей в коре приводит к вполне себе макроскопическим явлениям кора начинает ну как говорят растрескиваться это немножко вульгарно потому что трескаться там кора не может это именно вот не не растрескивание она начинает ползти она начинает меняться происходят динамические изменения в коре мы это будем обсуждать потому что это нам будет важно для объяснения некоторых феномен хорошо соответственно вот на лекции мы посмотрели на некое многообразие нейтронных звезд на семинаре мы кратенько посмотрели что нейтронных звезд в галактике много в основном они естественно старые и поэтому наблюдать их трудно вся молодежная активность закончилась если нейтронная звезда не в двойной системе не идет аккреция то тепловая энергия маленькая потому что остыло вращение маленькое потому что замедлилось магнитное поле маленькое скорее всего потому что токи затухли по крайней мере они достигают конфигурации при которой токи уже невелики и дальнейшая активная диссипация этих токов не происходит они эволюционируют на достаточно большом масштабе времени поэтому старые нейтронные звезды наблюдать трудно если они одиночные их все равно может как бы оживить аккреция но вот такие объекты пока не открыты у нас им отдельная лекция будет посвящена одиночным аккрецирующим нейтронным звездам кто знает может быть к моменту когда придет время этой лекции эрозита одиночные аккрецирующие нейтронные звезды уже откроют